Увидеть авторские тексты писателей с их заметками и правками возможно не только в музее. Сергей Миронов посетил Российский государственный архив литературы и искусства. Знакомство политика началось с историко-документальной выставки «Война, беда, мечта и юность». Она посвящена двум датам – 75-летию победы в Великой Отечественной войне и столетию со дня рождения поэта-фронтовика Давида Самойлова. У него были замечательные литературоведческие работы, поэма «Беатрич», которую он посвятил своей супруге, и многое из-за литературы реческих работ до сих пор, к сожалению, не опубликовано. Может быть, это будет одной из задач нашего архива. Политику показали уникальные записи Фета, Есенина, Достоевского, Куприна, Маяковского, а также сборник стихотворений и личные вещи с автографом любимой поэтессы Сергея Миронова Марина Цветаевой. Это сборник стихов, написанных ею в 2020 году для лавки писателей. Как описано, с турбочной печатью. И вот у нас есть даже кольцо, как раз отпечаток на этой печати, вот с этого кольца кораблик. Как печатка была, да? Ну да, это как печатка, она его практически не снимала. Видите, изображение почти стерлось. Елочка ее, ее же автографом. После этого экскурсия продолжилась в хранилище. Здесь в каждой папке настоящая история. На встрече обсудили, как можно совершенствовать законодательную базу в сфере архивного дела, а также вопросы совместного сотрудничества. Когда берешь и смотришь на них, берешь, я хотел сказать, руки, нельзя их брать в руки. Хранитель в перчатках перелистывал страницы, а я смотрел. Конечно, потрясающее ощущение связи времен, а самое главное, ощущение, что ты живешь в великом государстве в России, с великой культурой, где творили такие титаны. И то, что здесь хранятся все подлинники, все документы тех эпох, это настолько важно и настолько значимо. Политик поблагодарил сотрудников за их важную и ценную работу и каждому на память подарил автобиографическую книгу «Серега». Продолжение следует...